Атава-Ихсан представляет Я обращаюсь к тем братьям, которым небезразличны предписания нашего Творца. Что такое ставки? Ставки относятся к азартным играм, ибо азартной игрой по шариату считается то, от чего вы либо можете получить какую-либо прибыль, либо наоборот, потерять все деньги. То есть в этом есть и риск потери, и шанс победы. А ставки имеют именно такой результат. Азартные игры в Коране выражаются словом Майсир. Слово Майсир происходит от слова Юсир, что в переводе означает «легкость», ибо азартные игры – это легкий способ заработать деньги. Или по другой версии от слова Ясар, что в переводе означает «богатство», ибо азартные игры лишают хозяина его богатства. Фактов, доказывающих это, достаточно. Решение шариата относительно ставок. Итак, ставки запрещены, потому что они относятся к азартным играм, а они запрещены шариатам. Всевышний в Коране говорит. Смысл. «О вы, которые уверовали, поистине, опьяняющие все, что затмевает разум, аль-Майсир, азартные игры, идолы, которым поклоняются многобожники, и стрелы, принятие решения по стрелам, являются мерзостью издеяний сатаны, грехом, который он украсил. «Сторонитесь же этого, чтобы вы стали счастливыми и получили воздаяние». Сура Аль-Майда, аят 90. Всевышний Аллах в этих и последующих аятах обращается к мусульманам и хочет разъяснить пагубность опьяняющего и азарта. А идолы и гадальные стрелы, учитывая, что их используют неверующие, которые Всевышний упоминает для того, чтобы 1. Показать, что опьяняющие и Майсир подобны им в мерзости и пагубности. 2. Объяснить, к какому результату могут привести опьяняющие и азартные игры, если не отказаться от них. 3. Усилить ненависть в сердцах мусульман к этим вещам. 4. Показать, что эти четыре явления близки друг к другу. Рух Аль-Байян. Казалось бы, какое еще объяснение нужно мусульманину для того, чтобы отдалиться от этих мерзостей? Но Всевышний на то и милостивый, что проявляет заботу и милость к своим рабам. Он возвращается к этой теме и разъясняет ее пагубность и мерзость, тем самым заботясь о мусульманах и наставляя их на правильный путь. Смысл. Сатана желает лишь посеять среди вас вражду и ненависть при помощи опьяняющего и азартных игр и отклонить вас от поминания Аллаха и совершения намаза. Сура Аль-Маида, аят 91. «Это проявляется таким образом, что человек играет и ставит свое имущество и даже жену, и лишается всего», — говорит Исмаил Хаки в комментарии к этому аяту. Таких фактов на сегодняшний день очень много. В азартных играх это проявляется так, что победивший погружается в наслаждение от полученной победы и отвлекается от намаза. А проигравшим овладевает желание победить любыми способами и взять реванш, и становится преградой, которая становится между ним и всеми прочими мыслями, что и называют азартом. И они забывают совершить намаз. После такого разъяснения Всевышнего, что могут сказать другие в комментариях к этому? Остается только сделать анализ сказанного. В этих аятах всемогущий Аллах говорит, что азартные игры и опьяняющие — это наджаса, то есть нечистоты, скверна. Получается, тот, кто участвует в этом, пачкается этими нечистотами в прямом и переносном смысле. А ведь если вас попросят убрать общественный санузел или даже войти туда, не всякий согласится. Занятие и досуг шайтана. Ведь пророк, саляллаху алейхи вассаляма, говорит в хадисе, который приводит Абудавуд. Кто старается уподобиться какому-либо народу, тот из них. Отбивает желание поминать Всевышнего, ведь Всевышний говорит. Поминание Аллаха выше всего. Отбивает желание совершать намаз. А намаз — это ключ от рая, как сказал пророк, саляллаху алейхи вассаляма. Я думаю, что тем братьям, которых мы упомянули вначале, достаточно приведенных наставлений и доказательств, и они поймут, к чему приводят азартные игры. А для тех, кто еще сомневается, добавим следующее. Причина запрета азартных игр. Великий ученый шафиитского масхаба Ибн Хаджар Аль-Хайтами ввел этот грех в свой сборник больших грехов под названием «Доводы, удерживающие от совершения больших грехов». В этом сборнике он пишет, что причиной запрета азартных игр является то, что на них распространяется следующий аят Корана. Смысл. «Не пожирайте, не берите. Имущество друг друга несправедливо. Запретным путем». Сура Аль-Баккара, аят 188. Как говорит вышеупомянутый ученый, в комментарии к этому этот аят является основным доводом к запретности азартных игр. Также на азартные игры распространяется хадис, переданный Адхавле бин Самир Аль-Ансари, «Да будет доволен ею Аллах», в котором сообщается, что она слышала, как посланник Аллаха, саляллаху али-и-васаляма, сказал, «Поистине есть люди, которые распоряжаются имуществом Аллаха неподобающим образом. Незаслуженно присваивают это имущество. Но в день суда им достанется огонь», передал Бухари. Еще одним доводом, который должен заставить любителей азартных игр отдалиться от этой привычки, является хадис, переданный имамом Бухари от Абу-Хурайры, «Да будет доволен им Аллах», согласно которому пророк, саляллаху али-и-васаляма, сказал, «Тот, кто скажет своему товарищу, «Давай-ка я сыграю с тобой в азартные игры, пусть подаст милостыню», передали Бухари и Муслим. Речь идет о том, что человек, сделавший своему товарищу такое предложение, должен подать милостыню, чтобы искупить свой грех. Всевышнему Аллаху настолько ненавистен этот поступок, что пророк, саляллаху али-и-васаляма, предписывает подать милостыню в качестве штрафа за простой призыв поиграть в азартные игры. Если только за простые слова, не подкрепленные действиями, требуется выплатить штраф и подать милостыню, каково же будет наказание за непосредственное совершение этого греха? Так вот, дорогие братья по вере, к предыдущим четырем пунктам можно добавить еще два пункта негативности этого деяния. Первое. Имущество, заработанное азартом, запретно, и его нельзя использовать, ибо пророк, саляллаху али-и-васаляма, говорит, «Тот, кто съест запретный кусок, тот съест кусок огня». Второе. Призыв, не подкрепленный действиями, требует выплаты штрафа. Передано, что один человек во времена сахабов заключил пари с другим человеком, что он съест какое-то количество яиц за определенную сумму денег. Услышав об этом, сподвижник пророка, саляллаху али-и-васаляма, Али, да будет доволен им Аллах, сказал, «Это азартная игра». Также передано от Ибну Сирина, что все, в чем есть риск, это азартная игра. Кроме того, что дозволено шариатам, например, торговля, скачки на опережение, соблюдением условий, установленных шариатом. Итак, можно подытожить. Ставки являются азартными играми, а азартные игры запрещены Кораном и Сунной. Причина запрета в том, что это недозволенный заработок. Мудрость запрета заключается в том, что это защита мусульман от всего негативного, что приносят азартные игры. Да откроет Аллах сердца мусульман для принятия истины и да защитит их от наущений сатаны. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok